друзья привет вам знаете чем хотел сегодня поделиться значит на днях мне написал владелец такого сайта есть новостного про азербайджанское называется будро ньюс будро я честно говоря никогда не слышал о таком сайте но я погуглил у них там больше ста тысяч подписчиков и они круглые сутки каждый день пишут про плохих армян про хорошего олива и так далее и так далее а ведет этот сайт насколько я понял ведьмогорские евреи не совсем понял перепис с этим человеком видимо он горский еврей но он не азербайджанец и живет он непонятно где возможно в израиле и а он мне говорит я говорю прочитал твои публикации про то что были нападения на синагогу на ереванскую синагогу было четыре нападения за последние пару лет это факт это было там бросали бутылки в синагогу камни разбили стекла и поджечь его пытались да это все было вот я про все это уже говорил что и в армении свои маргинальные элементы что естественно вне всяких сомнений это все курируется из азербайджана и исполнители могли быть как так называемые релаканты из россии так и просто какие-то засланы шестерки в этом могут быть армяне то есть давайте не будем отрицать очевидно но армяне хороший древний народ но есть свои маргиналы и свои ублюдки ну почему нет другое дело что-то все исходит от азербайджана идет оттуда заказ на смыться не отрицать значит этот владелец отрасла это бутро news мне написал говорит мы с тобой сделаем эфир на тему того что в армении процветает эти семитизм и армения извиняюсь евреям армении угрожает опасность я ему сказал без проблем давайте но году давайте обсудим в целом антисемитизм в армении и азербайджане он говорит а что обсуждать про азербайджан где-то в азербайджане любят евреев я говорю ну как показывает мое решение европейского суда меня там с криками аллах акбар били душили избивали в этой валийской тюрьме но говорит у тебя же били не за то что ты еврей а тебя били за то что ты армян уважаешь я говорю извините много других людей в азербайджане другие журналистов которые посетили карабах много ли их арестовали арестовали сотен тысяч что посетил арестовали одного еврея из израиля ну как-то странно при том что израильтян там было минимум а большинство вообще были но откуда-нибудь там с россией там и так далее и так далее и еще например есть еще несколько фактов например до распада союза в азербайджане проживало больше 150 тысяч евреев сегодня осталось от двух до четырех то есть 50 раз уменьшилось количество азербайджанских евреев видимо от большой любви к ним со стороны азербайджанских мусульман и забрали часть синагог экспроприировал руководство азербайджана кстати за одну из этих синагог активно воюет израильский блогер роман цыпин про которого много чего можно сказать но по факту он пытается вернуть синагогу евреем который просто при советском союзе значит забрали у евреев и при алиеве так и не вернули азербайджанцы что-то будет там с этой синагогой совсем не синагогальная да вот после этого он значит сказал что хорошо хорошо говорит давай тогда открыто будем все обсуждает но говорит это будет жесткий разговор и круто без проблем будет жесткий разговор обсудим и ситуацию в армении с антисемитизмом и с расизмом и в азербайджане все говорит я тебе на днях пришлю линка мы с тобой поговорим говорю хорошо жду присылает прошло знаете если быть точным сейчас я вот наша переписка с ним о 11 дней 11 дней назад он не сказал что он мне вот сейчас пришло а это еще не все а так он меня заблокировал смотри тут написано у вас нет возможности отправить сообщение этому человеку он меня просто заблокировал просто но мое желание обсудить антисемитизм и в армении и в азербайджане ну вот так вот работают азербайджанские пропагандисты кстати это не первый случай несколько месяцев назад мне писал главный редактор 13 азербайджанского канала я тоже не знаю что это за канал и посмотрел довольно популярный азербайджанский канал который вещает из баку но при этом себя называет оппозиционным ну как можно вещать из баку и быть оппозиционным это примерно как вещать и северной кореи и рассказывает например что северокорейский режим плохой такой вообще может быть в азербайджане тоже нет но просто играют в оппозицию а вот мне написал оттуда и главный редактор и говорю давай ты тоже нам дашь интервью мы поговорим о том о сем и тоже их очень интересует эти сети за в армении без проблем обсудим антисемитизм в армении уругвай и в австралии в антарктиде где хотите но при одном условии мы будем также обсуждать и мою историю с незаконным арестом с нежеланием азербайджана исполнять решение европейского суда и резолюции он по моему вопросу где они признаны убийцами и садистами и заодно обсудим антисемитизм в азербайджане после этого они сказали мы с вами свяжемся и пропали уже несколько месяцев прошло вообще на самом деле есть люди которые мне говорят что типа ты не должен так жестко переть против азербайджанского режима вот говорит типа роман багдасарян просто не вылазит с азербайджанских каналов они ведь за и за каждый эфир ну как мне сказали платят там от 200 до 500 долларов за каждый эфир на баку тв что у них там себе ству где он обычно зависает ну по крайней мере я могу точно совершенно сказать что один мой израильский знакомый не буду называть время он аналитик он не сказать что про азербайджанский он про про бабло совы да то есть если вы платят он выступает но на самом деле журналист аналитик так он для каналов вот этих себе сбоку тв аз тв что у них там еще есть я не помню ну короче в среднем он получает по 500 долларов за каждый эфир и таких эфиров у него довольно много сейчас если буду дальше продолжать говорить насколько много эфиров и поймете про кого я говорю но он известный журналист вот и мне говорят что может тоже как как роман там этот тоже говорит можешь не нашим не вашим и как бы так подвисаешь и вроде как и этим подыграл и армянам подыграл азербайджанцев подыграл и вроде как и от тех и от других будешь доить и тех и других то есть это мне дословно говорили люди в армении в армении которые говорят что вот за мир с азербайджаном за мир с турцией но когда ты как был углубляешься в их в их понятия мир из турции они бросают фразу что что таким образом можно получать и от тех, и от других. Ну, то есть, можно понять, чего, собственно, эти люди желают в самой Армении. И о каком вообще мире можно говорить жестоким бандитским режимом, который пытает, убивает армян, держит их незаконно в тюрьмах, я имею в виду и армянских военнопленных, и вот этих бывших арцарских политиков, вне зависимости от того, что там многих из них надо судить в самой Армении, там, за финансовые махинации, ну, не суть, но простые армянские солдаты, о мирное население, которое они бомбили и убивали, о геноцид, о этнические чистки. И с этими людьми я должен поддерживать какие-то отношения, брать у них деньги за участие в эфирах. Мне кажется, вообще стыдно. Вот стыдно для армянина, даже для меня стыдно, поскольку сам пострадал от алифского режима, но вот когда армянин берет деньги у азербайджанских правительственных пропагандистских каналов и с ними ведет какие-то беседы, зная, что эти люди убийцы, садисты, и главная опора их идеологии, это армянофобия, ну, мне кажется, стыд какой-то, но это примерно, знаете, вне зависимости от того, как вы относились бы к конфликту между Израилем и Газой, это если бы я выступал на каналах этого Хамаса, экстремистского исламского движения в Газе Хамаса, и рассказывал бы, что с этой войной все не так однозначно, ну, там, за 500 долларов. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. То есть для меня вот таким вот образом прогибаться, если это можно назвать прогибанием, вообще-то другое слово возникает, просто предательство национальных интересов, и, ну, например, в Израиле сейчас, поскольку идет война, но человек, который будет общаться, например, с каким-нибудь хамасовским телевидением, ну, он банально будет обвинен в госизмене, в предательстве и так далее. Ну, вот в Армении есть блогеры, сами знаете, какие, которые совершенно спокойно сотрудничают с азербайджанскими СМИ, с азербайджанскими властями, страной, которая не имеет даже мирного договора с Арменией, которая оккупирует армянские территории, которая убила тысячи армян, которая более полусотни армянских пленных держит у себя незаконно. Ну, что тут можно добавить? В принципе, это все, что я хотел сказать, ребят. Пока! Пока!